Приветствую, друзья! На связи GrimOptimist и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим, наверное, самую животрепещущую тему на данный момент, а именно нерв голдовых снарядов, которые сейчас выкатили на супертест, чтобы понять вообще, как это будет работать. Многие мои коллеги уже записали ролики, где подробно обсосали там каждое изменение. Я, наверное, не буду настолько прямо въедливо смотреть в каждую цифру. Я постараюсь высказаться о ситуации в целом. Ну, конечно, примеры также приведу. Вообще проблема голды у нас в игре появилась очень давно, еще в тот момент, когда снаряды премиумные, появилась возможность покупать за серебро. В тот момент такое понятие, как броня в World of Tanks, по сути, ушло куда-то на второй или третий план. Многие стали некоторые машины катать вообще на фулголде, ну и, в принципе, все примерно так и продолжается. Правда, здесь надо вспомнить, что все-таки у нас был один случай, когда голдовые снаряды уже нерфили. Это, если помните, изменение механики кумулятивных боеприпасов, то есть теперь они хуже сквозь катки пробивают там и краны, и также у подкалиберов там ухудшили нормализацию. После этого, кстати, голдовые снаряды перестали быть столь ультимативным методом воздействия на противника, хотя по-прежнему их эффективность, она, конечно, больше, чем у стандартных снарядов, как правило. Тем не менее, разработчики среди всех концепций, в которые входят и ограничения боекомплекта, там еще только не предлагали, они в итоге выбрали концепцию уменьшения урона у голдовых боеприпасов. Я сам неоднократно высказывался о том, что надо бы ее попробовать. В принципе, ну, хорошо, что разработчики, как говорится, пытаются. Правда, надо понимать, что в тот момент, когда я, например, это предлагал, еще игра была другой, то есть это было где-то года три назад, не было, например, японских тяжей, там многих других бабах. И сейчас, конечно, многие сразу вспомнили про фугасы, которые тоже очень эффективны у больших калибров, и им вообще наплевать на броню, там вообще никакого нету даже шанса что-то вытанковать. И, ну, меня это тоже иногда подбешивает. Против того же Type 5 Heavy, ну, какой бы ты ни был, если он по тебе попадает, то он тебя сольет, скорее всего. Ну, единственное, что дает возможность с ним бороться, это как раз-таки голда, потому что, ну, японцы плохо пробиваются в лоб ББшками, крайне плохо. Вот, и далеко не все танки вообще имеют такую возможность. Мы сейчас с вами, как я сказал, не будем прямо все цифры рассматривать, просто суть такова, что в целом урон от голдовых снарядов снизится примерно на 20-30%. Ну, приведу, там, не знаю, пример. У ИСа 4-го у нас у ББшки урон 440, будет 320, например. У Першинга урон 240 ББшкой, голдой будет 180. Вот, тут, правда, есть некоторые нюансы. Во-первых, у японцев теперь будут хэш-фугасы в качестве голдовых снарядов с уроном 750. Но при этом пробитие там будет чуть менее 200, то есть пробитие увеличит, но такого, что он просто в силуэт кидает и на 600, как бы, такого особо происходить больше не будет. Вот, также еще интересный момент. Разработчики пишут, что они хотят в целом немножко перебалансировать некоторые машины, то есть те танки, которые в качестве основного боеприпаса имеют под калибр, будут иметь точно такую же ББшку. То есть, например, если пробитие было 268 под калибром, там у какого-нибудь Паттона, то будет ББшка с пробитием 268, при этом время полета снаряда будет такое же, как и у под калибра, но мы знаем, что у ББшки лучше нормализация. То есть, СТ-10 в целом от этого выигрывает. Но, правда, голда уже будет со сниженным уроном. В принципе, ребята, концепция на первый взгляд звучит очень-очень даже неплохо. То есть, те люди, кто катает на фулл-галде разные машины, они будут вынуждены, ну, как-то адаптироваться к гораздо более низкому ДПМу. Ну, либо учиться, как говорится, выцеливать ББшками. И все бы ничего в этом. Вот я абсолютно бы поддержал вообще все это дело, если бы не одно но. Да, вы правильно поняли, если бы не японские бабахи. Потому что реально с ними бороться при помощи ББшек, ну, вообще не у всех машин даже 10 уровня есть просто банальная возможность. У нас так карты сделаны, что, ну, нет, как правило, варианта куда-то в борт к нему притираться. Обычно приходится воевать лоб в лоб. И, конечно, если вы будете стрелять премиумными Б-припасами со сниженным уроном, то замочить, как говорится, его будет намного сложнее. Правда, и у него там будут изменения в пушке. И вот здесь все будет зависеть от того, насколько вот эти вот японцы перестанут быть ультимативным оружием в руках, как говорится, ну, вообще любого игрока. То есть, если они перестанут кидать в силуэт на 600, тогда, я думаю, что, в принципе, это будет, ну, скажем так, более-менее в балансе. Если они по-прежнему продолжат прописывать с ноги, а ты будешь им пулькать по 240, там, грубо говоря, да, на 10 уровне, то тогда, конечно, ну, эта техника станет еще более популярной, и она будет гнуть весь рандом. Каких-то других проблем я не вижу в этой концепции, по крайней мере, на первый взгляд, таких серьезных. Вот, единственный момент, что, конечно, все эти изменения должны быть одновременные у всех танков, чтобы не было такого, что сегодня у этого, завтра у этого, иначе баланс поплывет сразу же. То есть, тут нужно делать массовые такие, ну, как говорится, общие изменения. И, естественно, после какого-то, ну, более-менее вдумчивого тестирования на супертесте. Это безусловно. И второй, ребята, очень важный момент. Это премиумные танки. Вот здесь, я считаю, вообще ничего трогать нельзя. Вот тут, например, приведен КВ-5, у которого сейчас урон под калиберным снарядом голдовым 300, а будет 225. Я считаю, что, если вот такие изменения коснутся КВ-5, и, возможно, еще там какого-нибудь СА-6, 112 и так далее, но вы поняли, это будет очень плохо. Потому что это нерв техники. Конкретно, это нерв премиумной техники. И этого делать нельзя. Тем более, не забывайте, что, ну, КВ-5, например, он даже с новой пушкой, все равно без голды мало играбили, но на голде он будет реально еще хуже. То есть, это получится, ну, вообще, опять, короче, все льготы, которые и так-то не особо апнули, они опять все уйдут в кал в полный. То есть, никто на них играть не будет. Поэтому я считаю, что у прем танков вообще ничего трогать не надо, и надо просто ставить, как есть все. Ну, по крайней мере, это всяко лучше, чем вы вдруг внезапно, грубо говоря, осознаете, что, там, ваш Праджетто, например, теперь с барабана голдовых снарядов толком ничего и не наносит. В общем, я считаю, что для начала, по крайней мере, нужно тестировать все это на прокачиваемых машинах, уже после, конечно, супертеста. А потом уже, там, ну, может быть, как-то подумать в плане, ну, премиум танков. Пока вот как-то так. Это, конечно, ну, все вот, что я рассказал, это чисто по вот текстовой информации. Понятное дело, что это надо пробовать. То есть, так вот, как бы ты там ни пытался прогнозировать, все равно, скорее всего, я где-то ошибусь, что-то не сбудется или будет по-другому. Но здесь нужна практика. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем до скорого. И всем пока.